Взял слово. Не могу тебе не задать вопрос. В принципе, ты сама говорила это не раз. Ты не рекламировала другие компании. Ты не рекламировала другие БАДы и так далее. Скажи, почему же ты поверила в продукт Вертера и вот так включилась его продвижение? Начнем с того, что я и Вертеру не рекламирую. Давайте будем честны. Не рекламирую и не продвигаю. Есть момент рекомендации. Естественно, я рекомендую тот или иной продукт. Естественно, я назначаю лекарственные формы, потому что я веду полноценный врачебный прием. Я никуда не делаюсь. Я принимаю в клинике так, как я работала всегда. Свой поток пациентов, которые понятия не имеют вообще, что такое Вертера и что ее нужно употреблять для того, чтобы быть здоровым. Но почему Вертера присутствует практически в каждой моей рекомендации, я просто не помню, говорила ли я там на большие массы об этом, но есть простая история моего знакомства с нашей компанией. Она заключается в том, что на одном мероприятии, я была спикером, мероприятие про здоровье, и там была компания Вертера, представлял ее Олег. Это был момент нашего знакомства. Спонсоры, да? Вертера спонсорами? Спонсоры, да. Мы были спонсорами, и мы тоже выступали там с одной темой. Да, соответственно, произошло знакомство. Ну, познакомились и познакомились. Ну, водоросли и водоросли, таких, как вы, которые хотят работать с врачами, очень много. И фармпредставители ко мне вообще уже много не ходят, потому что я с ними не общаюсь, они уже все обиделись и не приезжают в клинику. Это правда. Но, опять же, залог успеха. Залог успеха – это настойчивость и уверенность в себе. Через какое-то время мне позвонила Олег и говорит, нет, давай пробовать. Я вот уверен в своем продукте, я тебе привезу на пару месяцев продукт, найди пациента, который бесплатно будет его употреблять, ты получишь результат, и дальше будем общаться. Не получишь результат, общаться не будем дальше. И в клинику обратилась накануне первичный мой пациент, в тот момент с гипотириозом, с сниженной функцией щитовидной железы. Она порядка 10 лет к тому моменту уже была на заместительной гормональной терапии, в очень высоких дозах. Молодая девушка, порядка 27 лет, по-моему, ей в тот момент было. Без менструации, в общем, такая с кучей жалоб, сама себя лечит, уже никуда не ходит. Я ей предложила. Представляешь, у меня тут два мешка стоит. Что ты в двух мешках принес? Я сейчас расскажу, кстати, что он принес, я все помню. Будешь, значит, в эксперименте участвовать. Благо, человек попался азартный. Она говорит, конечно, буду. Итог. То есть она ко мне пришла 6 месяцев без менструации уже на тот момент. Что было в пакетах? В пакетах был базовый гель, ДРР и эндомикс на 2 месяца. На внушительные, на самом деле, пакетики. То есть я к чему? Во-первых, человек вложил средства для того, чтобы заинтересовать нужного человека. Вот он мне, так, рычаги воздействия, да, шаги такие. Во-вторых, он был на 100% уверен в результате. Не было вообще ни капли сомнения, что он там в пустую потратит эти деньги. В итоге, она умничка, она соблюдала все мои рекомендации. Из витаминов и дополнительных добавок у нее не было ничего. То ей откорректировало дозу гормона, и то в меньшую сторону, нежели она принимала до этого. Через месяц у нее была менструация, мы с ней были на связи, естественно. Еще через месяц наступила беременность. Да ладно? Это абсолютно реальная история. Да, они уехали потом в Сочи, сейчас они живут в Сочи, этому ребенку уже два года, получается, да, 18-й год был. Они знакомы с продуктом, она его потребляет до сих пор. Ну, там были моменты, там употребляла, не употребляла, но она вернулась к нему все равно, потому что поняла, что это абсолютно ее продукт, который дает ей качество жизни, которого она лишается, когда не принимает даже просто гели. Вот такая вот история успеха. То есть из этой истории ты сразу поняла, что... Естественно, я поняла, что это тот продукт, которого мне очень не хватало в своей практике с пациентами. И сейчас? Да, можно, да, опять, да. У нас, если честно, да, ну, все так, все верно. У нас была четкая очень договоренность. То есть мы на эксперимент давали срок 90 дней, 3 месяца. Ну, мы получили раньше. И как раз, когда шел второй месяц, это было перед новогоднее уже состояние, там 20-е числа декабря, и, соответственно, в этот период времени Евгения сама начала потихонечку пробовать этот продукт на себе, на детях, да, потихоньку как бы разбираться. И буквально, наверное, за неделю как раз до счастливого момента, да, до двух полосок, как все получилось. 31 декабря две полоски были мне признаны, я помню, я запомнила, ты на всю жизнь 31 декабря, утром мне пришло сообщение, тест на беременность. Евгения за неделю сказала, если, как бы, вот такая ситуация, она, если вдруг произойдет, вроде как, для меня это действительно будет, ну, такой точкой отчета и принятым решением, что, наверное, да, я поверю в этот продукт и будем сотрудничать тогда. Я говорю, хорошо, у вас за язык никто не тянет. Все. Поэтому, то есть эксперимент сработал даже быстрее. Ты ожидал, что так он быстро сработает? Если честно, были волнения, но они были внутренние, снаружи я никак не показал этого момента. Все дело в том, что в начале моего пути, еще там 2016 год, 2017 год, у меня были подобные эксперименты, но они были связаны со спортсменами. Там был у меня чемпион мира многократный по гиревому спорту, который проверял наши опорно-двигательные, вот эти вещи, да. Были еще ребята, то есть они мне точно так же прямо говорили о том, что, смотри, ну, как бы, одно дело, действительно многие ищут специалистов разных, врачей, там, да, экспертов, блогеров и так далее, для того, чтобы их продукты прорекламировали. Ну, естественно, конечно, да. Был такой вопрос. И некоторые, которым абсолютно все равно, что ты рекламируешь. Важно. Ну, как бы, вознаградите меня, естественно, да, я прорекламирую, не важно, что это будет. Другая категория людей, вот как резко, такие, как Евгения, да, они, это репутация, которая создана самостоятельно, большим длинным путем, и, соответственно, что-то прорекламировать, ну, извините, а за последствия потом, как мы будем? Это ответственность определенная, когда ты это все транслируешь в массы. И, соответственно, были такие моменты, они говорили, вот, давай мы тоже там месяц, два, три, мы продукт этот пробуем, мы его кушаем, если результат будет отрицательный или никакой, то мы во всеуслышание говорим, что это пустышка, что это не рабочий абсолютно продукт. Ты мне как раз рассказывал такую историю, что у вас было, если не сработает, я скажу об этом. Да. Если сработает, я скажу об этом. И, соответственно, если я выступал дальше в той роли, что я говорю, ребят, все по рукам. Договор. Вот их вот это, соответственно, их цепляло. Потому что они говорят, ну, у нас очень много историй, когда люди просто... Когда говорят, что если не сработает, я скажу, они говорят, нет, давайте пока. Мы подумаем, да. Хорошо. Угу. 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 . Угу. Угу. Продолжение следует...